всем привет меня зовут Лена Лешко предлагаю порисовать со мной и со скетчмаркер референс я выбрала несложный думаю каждый сможет повторить итак рассмотрим окошко белая рама далее идет изумрудно-зеленая часть и в завершении обрамление песочно-желтого цвета с мелкой текстурой которую мы обязательно должны будем передать нашим рисунке и также второй объект это растение плетистая роза итак приступим обозначаем общий фон на окошке для этого я буду использовать оттенок от скетчмаркер бр-75 мэппл он самый светлый из палитры так могу уже сразу обозначить где у нас будут темные места трещинки так и так и и и далее беру оттенок уже потемнее это бр-74 лайт и и сейчас уже пройдусь по самым темным местам а также обозначу текстуру нашего обрамления вот здесь вот она особенно видно я и проработаю по всей поверхности не буду проходить обозначу где самые и ярко выражены моменты также у нас здесь трещинка я тоже обозначен вот здесь под окошком идет темная линия на обрамлении уже сразу показываем потом в случае необходимости можно будет еще добавить текстуры текстуры также от растения у нас есть падающая тень мы это уже обозначим свет падает с правого верхнего угла вот в таком вот направлении поэтому и тени соответственно будут вытягиваться в этом направлении не сказала про контур я делала его линером от скетч маркер 01 миллиметр в принципе этот контур не сложно повторить я думаю трудностей не возникнет он 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 и он 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 и он наслаиваю его при необходимости. Продолжаем прорабатывать текстуру. Тут у нас тень, мы ее тоже обозначим. Продолжаем прорабатывать текстуру. Теперь я возьму широкую часть нашего маркера и пройдусь по местам более темным, более насыщенным цветом. И тем самым обобщу. Продолжаем прорабатывать текстуру. Продолжаем прорабатывать текстуру. Также я добавлю немножко этого оттенка. На самые светлые места на нашем растении. Продолжаем прорабатывать текстуру. Итак, идем дальше. Дальше я выбрала оттенок от скетчмаркер Hazelwood U102. Им я продолжу прорабатывать текстуру на нашем обрамлении. И также прорабатываю текстуру. Прорабатываю текстуру. Прорабатываю текстуру. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Ну на данном этапе с листвою пока все. Теперь берем самый темный оттенок нашей палитры. Это TG2, тонер грей, и обозначаем темную часть нашей рамы на окошке. Подчеркиваем тень. Добавляем небольшие выступы в нашем обравлении и также делаем темную часть на подоконнике. Добавляем немного обравления, совсем чуть-чуть. Так, с рамой готово. Теперь перейдем на растения наши, тоже обозначим самые темные места этим жетоном. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вставлю его здесь Далее переходим на наши цветочки, розочки Основной цвет я буду использовать Rouge R91 Далее возьму более потемнее для придания объема и тени Субтитры создавал DimaTorzok Просто пятнышками обозначаю наши цветы Можно где-то добавить от себя Так, и перейдем к более темному оттенку Я буду использовать Maroon R60 И придадим немножко тени и объема Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Далее переходим к проработке теней. Я буду использовать оттенок Donner Grey 7, TG7. И проработаю все тени. Также напомню, что у нас освещение, свет падает с правого верхнего угла. И так же мы будем в том же направлении изображать. Такая широкая растянутая тень идет от самого ствола нашего растения. И уже непосредственно от самих листочков и цветочков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тень у нас довольно большая. Детальная, если можно так сказать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также перейдем на обрамление окна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также проработаем наше обрамление, вернее тени от нашего обрамления. Субтитры создавал DimaTorzok Обозначаем выступ. Идем дальше. Дальше часть немножко расширяется здесь, также ее обозначаем. И проводим широкую тень под нашим окошком. Также можно обозначить какие-то неровности самоуправления, которые отражаются в тени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также тени от подоконника. И я немного обобщу этим тоном само обрамление. Если посмотреть на референс, то там видно, что вот эта верхняя часть, она более сероватого, синеватого оттенка. Слегка. Также сбоку. Субтитры создавал DimaTorzok Проработаю еще наши трещинки на обрамлении. Проработаю еще наши трещинки на обрамлении. На ней тоже нужно обозначить тень. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вернусь к тени от растения. Где немного усилия. Субтитры создавал DimaTorzok Вернусь к тени от растения. Вернусь к тени от растения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее вернусь к оттенку BR74 Субтитры создавал DimaTorzok Добавлю немного на тень Субтитры создавал DimaTorzok 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 Немножко проработаю еще и растительность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, и добавим немного рефлекса в день под обрамление. И добавим немного рефлекса в день под обрамление. И добавим немного текстуры. Так. И, наверное, завершающим этапом я возьму тон бр-71 сиена. И пройдусь по нашим трещинкам немножко текстурки на обрамление на кошке. Дополнительную информацию о палитре и также референс можно найти в описании к видео. Аминь. Аминь. Так, более детально. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я и закончу ДимаTorzok ДимаTorzok Ну и на этом, пожалуй, все Оставлю оттенок И готово Больше вдохновения Рисуйте чаще Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok